Всем доброго времени суток, с вами Дмитрий Анисимов, Никита Петров, такой вот нестандартный состав комментаторов. Мы продолжаем обозревать и комментировать матч администрации Феникса против, собственно, участников группы. Сейчас у нас на очереди Василий Боришин против Олега Саламахи. На мой взгляд, это один из последних шансов для участников группы навязать борьбу в матче. Не знаю, что думает Дима на этот счет, но мне, по крайней мере, кажется так. Да, всем привет, но ты, думаю, все-таки фаворит Вася, да, и для интриги? Ну, я, во-первых, считаю, что фаворит Вася, а во-вторых, как я уже сказал, да, надо, надо, чтобы он победил, потому что иначе счет станет уже 17-9, а это практически равносильно поражению в матче. Ну, ладно, в общем, партия уже началась. Помимо нас двоих еще Хэрри Лэва смотрит, смотрит эту партию. И, из-за этого, странная разновидность английского начала, достаточно комфортную позицию белая получают, конечно. Не уверен, что... Куда белопольного вот ставить, слона черным? Ну, может быть, он на С8 ставит неплохо, пока заняться более насущными проблемами. Конь Д7, конь Д5 сыграет, например. Да, конь. Но, как, других разумных ходов не видно. Можно Владея 8 пойти. Нет, слон Б6. Не знаю, тут тоже некоторый смысл имеет, правда, надо следить за пешкой Ф4, за пешкой Д6. Слон Ф4, там, ферз Д2, Владея Д1, мог бы начаться проблемы. Вот, например, по слону Ф4, уже коня не разовьешь так легко. Пойдется его как-то на А6 ставить, а это некрасиво. Да, не красит позиция. А Д5 там нигде нету, хотя и очень рискованно. Я думаю, что Олег сыграл слон Б6, потому что он боялся хода коня А4. По идее, его бояться-то не стоило. Потому что можно было сыграть конь Д7 на конь А4 и конь Е5. Но я от другого объяснения ходу слон Б6 найти не могу. Соперники, кстати, думают над ходами. А то бывает тогда в матче в этом, да, что 5 плюс 3, а оба игрока строчат, как будто у них по одной минуте. Ну, это в основном бывает, когда играет Кирилл Шуровка. Скорее, сам Кирилл играет быстро, его соперник играет медленно, и потом он добавляет 2 минуты. А, ну да-да-да. А Вася, между тем, стандарты для себя вот так и расставил. Он в своих видео, ну, в Бринс-партиях уже такое примерно было. А обоих слонов инкетирует, и дальше просто начинает, ну, как, играть с этой позиции. Ну, это неплохой подход. Другое дело, что я, вообще-то, от Вася ожидал первого хода Е4. Он же любит вроде как разные гамбиты. Ну, он после времени отходит от этого. Ну, правильно. Я одобряю этот подход. Я тоже. Не надо гамбиты. Ну, кстати, Олег, может быть, какую-то контр-руту получил. Зачем так с Д7? А, как конь. А, ну, конь через А6. Ну, не знаю. А что ферз на Д7 делает? А, слон Аштрейн. Так она слон Аштрейн, слон Аштрейн, слон Аштрейн будет всегда. Не, ну, я идею, Олег, он хочет сыграть слон Аштрейн, я уверен. Но слон-то уйдет, да. Для того ладья Е1 и игралась. Ну, получается, типичная вот эта структура, да, заживо мараться. Чуть лучше у белых. Чуть проще играть белыми. Чёрная идея в том, что они пытаются поставить коней. Коня на Ц5. А есть конь А6, конь Ц7 и потом Д5. Проблема в том, что белые могут на конь А6 сыграть ферзь Д2. На конь Ц7 уже Е4. Ферзь Д2 сыграно. Ну, ферзь Д2 в любом случае без него без этого хода не обойтись. Следующий ход, наверное, на ладья А на Д1. Ну, да, пешка Д6 требует внимания, да? Ну, да. Такая структура бывает в стороннике сейчас, только слон на уже 7 вместо Б6. Я вот не знаю, в чью пользу это изменение. Да я в пользу белых. На самом деле не факт. Слон на Б6 тоже довольно неплохо расположен. Нет, конь А6 есть у человека. Тут вопрос никаких. Сейчас конь Ц5. Фигуры достаточно активные. То есть единственная проблема, да, это слабость пешки Д6. Постепенно она может начать сказываться. Ладья Д8 аналогично. Ну, да, более-менее грамотно оба соперника играть. Ферзь Д5. Интересно, что задумано, видимо... Не знаю, я не боюсь, что на ладья Е5 задумано, кстати. А ты как думаешь? Ферзь Д2. А, ну это да. Там, кстати, уже я ладья Аш-5 стал смотреть. Ладья Е5, ферзь Д2, ладья Аш-5. Белый Король уже может начать себя чувствовать неуютно. Ну, а куда еще ферзя ставить после ладья Е5? Не знаю, может на Э4, ну, трудно сказать. Мне кажется, что ладья Е5 зимнулась. Нет, А6. А6? Может быть, это ловушка. Может быть, сейчас на ферзь А4 и ладья Е5. Поймает ферзя, Олег. Тоже неплохая идея. Да. Нет, ну что делать с ферзью на Э5? Тут вопрос, конечно, в том виде, завек это ладья Е5 или нет. Если не видит, то... Это плохо. Потому что иначе, то есть если ладья Е5 не играть, то после 34-4 у черных проблемы. На Ф4? Да, мне такое ощущение, что у Вас я заметил ту идею с переводом людей. А, Д5 нету? А, вот сперва слон СССР, потом Д5. Не знаю. И через Д2. Ну, как странно. Человек-то, если Д5, это будет изолятор, мне зачем-то у Слава убирать с этой активной позиции на Ладья Е6? Неужели лучше ставить слон СССР? Я не верю в это. Мне кажется, последние два хода левания неудачные. Слон А5 вот сейчас можно? А, и повторение, Ф4, СССР, СССР? Нет, Слон А5, не на Б6. Я понимаю, Слон А5, Ф4, СССР, СССР согласились на ничью. А, да. Между тем, эта идея реализована. Ну, Слон А1. Только это ничего не дает черным. Всего у черных не так плохо. В конце 5 фигурки более-менее активны. Неоптимальным образом, но позиция сохраняет динамический ресурс. А коня на Е6 стоит следующим кодом перевести? Ну, мне кажется, пока его не погнали, почему бы... Ну, да. Ну, когда его пнут. Когда его пнут, почему бы и нет. В целом, в такой структуре размен одной пары коней выгоден черным. Ну, по моему опыту, потому что читал книжку, знаю. Правда, конечно, я скорее вот это говорю касательно такой же абсолютно структуры, только с Солом на G7. Солом на C7 мне нравится меньше. Мне кажется, в какой-то момент появится его возвращать на B6. Ну, на C7 он совсем бестолковый. Ну, он упирается... Вот, теперь конь Е6. Прямо подогнал его туда. Олег сейчас будет думать. Вопрос в том, куда... Я бы на Е6 пошел, на Е4 я не стал бы. Не-не, на Е6. А если он, не дай бог, побьет, то... ФЕ и Д5 потом, и отлично. А, ФЕ интересная идея, да. Да, если черный получит возможность сыграть Д5, будет хорошо. Не знаю, может на ФЕ, правда, Е4 сразу. А, сразу Е4 надо смотреть, да. Тоже там позиция далека от того, чтобы быть очевидным. Ну, все-таки конь Е4 сыграл Олег. Все это осталось просто. Меньше нравится конь Е4, но... Тоже... Не проигрывает, по крайней мере. ФЕРСД3. Может, все-таки Д5. С идеей побить на ЦД ФЕРСЁ? Кстати, наверное, имело смысл. За одно слово скрывался с С7 сразу. В общем-то, да. То есть, ФЕРСД5 будет немножко так... Да, мне кажется, что Д5 очень серьезное внимание заслужило. Там можно и пешкой, и ФЕРСЁ брать. Ну, действительно. Неожиданно все фигуры черных приобретают тут какой-то... Их положение приобретало какой-то смысл. Ну, какая-то не динамика, не знаю. Фигуры начинают оживать. Ну, правда, нет. Д5 сильный ход, мне кажется, был. Другое дело, что и тут Олега, особых проблем нет. Да. Фигур много, конечно, довольно сложно это играть. А вот тут опять нету подрыва. Есть, но... Когда я ушла, я сошла АСА8, мне кажется, это не так сильно. Я бы словом большой сыграл, черный. Ну, вернуть его на нормальную стоянку. Да, такая диагональ поля F2 там в конце этой диагонали. ФЕРСЬ Ж5. Олег пытается дать мат. А что, на Солнце 1? Ну, просто ФЕРСЬ Ж6. На каждом ходу действительно в стороне много ходов кандидатов. ФЕРСЬ Ж5 тоже неплохой ход. Ну, фигур много. Ну, и ФЕРСЬ Ж6, да. То есть, фигур много, и структура такая, что явных слабостей нет ни на той, ни на другой стороны, значит, ну, много ходов имеет смысл в каждый отдельно взятый момент. Как с Д3, ну, вот, не знаю, Д5 хочется. Ну, Солнце 7 надо вскрыть. Ну, что ж такое? А зачем так? Зачем такого слабость? Не понял решение абсолютно. Вот это. Да, Солнце 5 это, видимо, первое, довольно серьезно, ошибка за партию. Просто сдал слона. Да, нет, тут еще проблема в том, что у белых F3 есть в ход. Как бы это все плохо не кончилось. А, F3 же? Да. Что делать? Ой-ой-ой. А что на F3 делать? Не знаю, шаг на B6, но может же и не помочь, там же как бы G2. По-прежнему все то же самое. Ой-ой-ой, да, Солнце 5 ошибкой. Не, ну, в общем, серьезная. Да, достаточно. Не, ну, надо будет шаг давать на B6, но надеяться на какую-то тактику. Но я не вижу пока. Да, F3 исполнено. Ну, надо шаг на B6 сдавать и что-то делать, что-то искать. И такой стандартный, типа, прием. Конь бьет G3 тут не проходит в этой позиции. Да, к сожалению, белых F3 защищен много раз. Да, даже вот здесь конь G3 нет. За то, что одной из... Лаги, лаги еще защищает. Да. Ой-ой-ой. Давай, давай думать, что делать. Наверное, конь G3 играть все равно. И на... А что F3? Ну, там просто без фигуры. Ну, две пешки хотя бы. На G3 не защитишь удобно. А, ну так. Ну, так слабее. Мне кажется. Все, потому что так король F2 есть ход. Король F2. Хотя у нас, наверное, ход король F2 был и после F3. Так что... Ой-ой-ой. Не, ну да. Тут перепосфигуры не хватает. Ничего не сделаешь. Ну, что за ход? Ай-яй-яй. Не, условно, 5-1 тактически проигрывать. А, второе, еще и позиционно без гаунта. Ну, мы потом вернемся к этому моменту. Мне кажется, что надо... После D5 у черных лучше уже. Ну, ладно, надо как-то напрягать. Ну, надо. Пол минуты нету. Пол минуты нету еще. Не, ну... Ферзь H2, LADH1. Ну, да, конечно. D5 правильно. D5 правильно. Изменения выгодны для черных, но... Фигура старшая, конечно, все равно. Тем более... Ну, Вася, довольно неплохо играет сейчас. Все-таки лишние фигуры. И куда ферзя-то теперь выводить? А так, под слон H3. Да, под слон H3 одно поле H5 оставалось. И слон H5, видимо, ловила ферзя. Но... Вася играет более надежно. F6, чтобы мат не получить. Так. Ну, по стерилизации мы видим. Ну, да. Ну, по-прежнему есть некоторое напряжение в позиции. Вот сейчас ладья B8. Ладья B8, Олег, быстрее. Чтобы ладья B2, ферзя E3 грозило. О, да, кстати, хорошая идея. Ну, любопытная. Ладья B2. Да, я B2 грозит. Если сейчас обасять ничего делать, надо бить на B2, бить на E3. И там, по крайней мере, белым будет очень тяжело защищаться. Ну, он бить на B2. 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 На этом, видимо, ресурсы закончатся. Ну, что ж поделаешься. Ну, что ж поделаешься. Ладья B5 хочет? Не знает. Уже G5. Уже черный мат будет получать сейчас. Ну, да, G5. G5 порыв. Нет, ладья B1. Так, Олегу нельзя меняться. Надо что-то пытаться изобретать. А, связь. Так, еще хуже. Лучше было все-таки поменяться, наверное. Молодец, 8. Ну, да, ну, по-хорошему партия приближается к самому завершению, конечно. Облема еще в том, что контроль тут очень медленный. И... Тут не срубишь флаг. Да, и даже проблем создать не получится. Серьезных со временем. Я два матча уже сыграл, в общем-то, с неплохими соперниками. И особого цветнота не было ни в одной партии из четырех. Так. Раз, два, три, пять. По пять пешек и просто лишний сруб. Не, ну, да. С точки зрения шахма тут уже обсуждать нечего. Ладья B2. Хотя вот, ты же показывал недавно свою партию. Из Кимор. А, в Киморх, да. Сидел без качества. Сидел без пешки, сидел... Просто без качества. Там еще безнадежно... Совсем безнадежно. А, да. А, ребята, пошли это обедать. А у меня была ведь последняя партия. А я сижу, играю, играю. Подходит через полчаса где-то. Бас. У меня две лишние фигуры. Да, я, конечно, поражаюсь, как это произошло, если что-то. Понятно, можно зевнуть, но как-то сразу все зевнуть. Ферд С5, Олег, Ферд С5. Да что там происходит. Самая фишка в том, что... Человек рейтинг 2.135. Не 1600, не 1500 все-таки был. Ну да. А тут все печально. У меня был в один момент шанс взять на С5, поддержать напряжение, а тут уже надо сдаться, конечно. Наверное, Олег сейчас так и сделает. Что-то, видишь, задумался. Он, видимо, забыл, где эта кнопка. Нет, сражается до конца. Молодец. Все-таки надо бороться, как бы плохо не было. Всем нам нравятся эти хорошие позиции. Другое дело, что безнадежную катать тяжело. Да, сдался. Просто катать нечем. Ну, то есть забыли фигуры, надо, конечно, играть. А так-то играть. Все, фигуфер. Ну, не, ну Ферд С1. А куда он дальше, непонятно. Да. В общем, Вася пытается возродить интригу в матче. Счет пока 1-0. Мы увидимся во второй партии. Всем спасибо за внимание.